Здравствуйте, меня зовут Денис. Это спецкурс по 3D технологиям в истории. Сегодня мы займемся с вами следующей проблематикой. Мы будем помещать исторические источники, чертежи в данном случае, в трехмерные программы. То есть мы рассмотрим с вами конкретный процесс, как это можно сделать. Ну вот, я захожу, во-первых, в папку и выбираю конкретные источники, которые мы планируем подвергнуть реконструкцию. Для начала мы рассмотрим следующее строение. Мы возьмем небольшой храм. Это храм трех святителей. Сейчас мы чертежи найдем. Ну вот они. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Семь чертежей мы в итоге взяли. Вот этот чертеж я пропущу. Это, по сути дела, является копией приближения вот этого чертежа. Копирую их, создаю папку на рабочем столе. Папку будет называться у нас чертежей. 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 Все, хорошо. Потом мы эти чертежи будем обрабатывать в программе Adobe Photoshop. У каждого из вас я высылал на почту вам следующую программу, следующего вида. Вот Adobe Photoshop, CS3, Portable. Ну, для тех, у кого стоит стационарный Photoshop, можете предпочесть его. Вот я запускаю портативную версию, она весит всего 70 мегабайт. Ну, там 70 с копейками. Начинаю работать. Так, вот он идет. Итак, какие у нас сегодня задачи? Во-первых, задачи, если вы обратили внимание, чертежи между собой разные по размеру. То есть масштаб весьма калебрится. Поэтому по программе Photoshop мы будем их приводить в единообразие. Чтобы уже потом их помещать в 3D программу. Открываем. Adobe Photoshop, CS3, Russia, Edition. Продолжение следует. 2048. Почему? Во-первых, 3D программа предпочитает кратные текстуры. Потому что данный чертеж, он будет помещен нами в раздел 3D программы 3D World Studio в виде текстуры. И уже впоследствии будет накладываться на какие-то отдельные объекты. Я покажу таким образом. Чтобы, то есть помещаться в 3D сферу. И после чего будет производиться операция обвода того же самого чертежа. И на основании его будет стоить постепенно 3D модерн. Итак, мы создаем кратные текстуры 2048 на 2048. Разрешение я поставлю 75. Кто-то ставит больше разрешения, но я пока остановлюсь на этом. Самое оптимальное это 300 разрешения. Ну что же. Таким образом вот это мы свернем. Мне нужны здесь слои. Все. Выбрал слои. Нажал кнопочку. Я сверну. И у меня среди папок есть как раз свернутые чертежи. Я просто беру какой-то конкретный мне нужный чертеж. Например, вот этот. И тащу его сюда. Левую кнопку захватил, перетащил. Но он открывает отдельное окошечко. Мне нужно его поместить в без имени. Файл называется. Я зажимаю кнопку Alt. Значит, для начала я выбираю вот этот параметр. Параметр выделения слоя. Кнопочка Alt и левая кнопка Лэш и его тащу сюда. Что у нас получается. Я раскрыл его в аэс-экран. Теперь нужно каким-то образом его масштабировать. Ну, для этого я нажимаю Ctrl. Ctrl-T. Это тоже самое операция, но, которая выделяет слой. Ctrl-T. Потом вы нажимаете кнопочку Shift. Для того, чтобы масштабировать пропорционально. Я держал. Левую кнопку мыши. Получил. Опять нажимаю Shift. Масштабировать. Все. В ходе масштабирования чертежа желательно сохранить, во-первых, даже обязательно сохранить сам масштаб. Масштаб идет здесь в сажениях. В сажениях. Вот здесь как раз. Сажениях расстелена на три части. Сажениях, для тех, кто не знает, скажу сразу, составляет 2 метра 13 сантиметров. Но кто-то спорит, там 2,16. Нет, то есть следуете и говорят. Но в Москве составляла она 2,13. Как и в центральном челноземье. В центральном челноземье. Enter. Нажали. Все. Дальше. Дальше мы сворачиваем как слой, закрываем ненужное. Потом открываем чертеж, тащим другое. Alt кнопочку зажал, потащил. Он открыл параллельно. И опять Alt зажимаю, левая кнопка мыши перенес. Вот видите, что у меня получилось. Два слоя. Я не даром открыл слой. Включить, выключить. Так. Дальше мы нажимаем Ctrl-T и вымасштабируем как слой постепенно. Но нужно видеть. Нужно нам их каким-то образом совместить, чтобы они были идентичны. Поэтому для этого мы ставим непрозрачность. Снижаем проценты. Пусть он становится более прозрачным. Но вы видите сейчас, что у нас получилось. Так. Shift. Я зажал для пропорционального масштабирования. Ну вот. И сейчас у меня кнопочка влево, вправо, вверх, вниз. Я нажимаю кнопочку влево. И она у вас спокойно, как у мгновения ока, перемещается на экране вашего монитора. Нажимаю Enter. Нажимаю Enter. Ну, можно проверить. Чтобы приблизиться к объекту существует клавиша. Вот тут клавиша, вот эта лупа. Но я ее практически не пользуюсь. Я нажимаю кнопку Alt и колесико. А дальше пробел. Точнее левую кнопку мыши, пробел и подтащил наверх. Чтобы еще как раз Alt, кручу колесико, подтащил. Ну, практически идентичный. Опять пробел нажимаю. Пробел и Shift непропорционального масштабирования. Ну, вот у нас получилось. Я сейчас держу пробел и левой кнопкой мыши двигаю вниз рисунок. Видите, что небольшие есть такие недочеты. Но в данном случае каждый сантиметр по огрешности вам выходит примерно в 20-30 сантиметров на чертеже. Если вы строите на основании чертежа и иных источников, помимо замеров и графической информации, у вас нет. Ну, описательные источники по этому объекту не дают четкой характеристики касательно масштабов его. Длины, ширины, высоты. Такая информация, это только чертежи, поэтому ради масштабирования для нас имеет большую значимость. Так, все, проверили. Все совпадает, нажимая Enter. У нас получилось, вы видите. Ну, сейчас я применяю так вот. Отключаю канал, увеличиваю процент. У меня получилось идентично. Alt нажал и колесико кручу. Отлетели, смотрели. Теперь мы это все дело сохраним. Сохранить как? Вот, прям спецкурс. Хорошо. Взгляд у нас будет спецкурс. Данная текстура можно, во-первых, для работы сохранить первоначально в PSD. Мы называем это, русскими словами, три светителя. Три светителя. Один. Создаем пробочку. Называем пробочку PSD. Это формат Adobe Photoshop. До новых встреч. У hop- SUR. Продолжение следует...